Девочки, всем привет! И мальчики тоже, кто зашел ко мне на канал. Сегодня у нас будет такое смешанное видео. Это видео я вообще снимала очень долго, наверное месяца два. И здесь у нас сейчас и уборка. Я на туалетном столике разбираю косметику, все протру. В общем, уборка в прихожей. Еще вам покажу, какой небольшой сюрприз я Сережа сделала на 23 февраля. Единственное, у меня нет кадров. Я вам снимала видео на телефон его, как мы были в сауне. Если он придет, я найду. Я вам в следующих видео тоже покажу, как мы справили 23 февраля. Потом здесь будет распаковка с Алиэкспресс. И буду снимать с кухни тоже новогодний декор. Это было очень давно, но так как видео у меня осталось, эту уборку я тоже вам хочу показать. Поэтому приятного просмотра. Начинаю с такой проблемы. У меня, в общем, загрузил с утром обновление на айфон. В общем, уже вечер. Я не могу зайти в свой телефон. У меня он не загружается. Вот обновление сейчас грузится. Смотрите, вот оно. И потом резко он вырубается. Я сейчас покажу, что будет высвечивать. Типа, вставьте провод и подключитесь к компьютеру. И он выдает какую-то ошибку. И что делать, я не знаю. В общем, целый день без телефона, и я в шоке. Тут перерыв убираюсь. Постелила коврик в прихожую, небольшой которой. Намыла все. Сейчас еще коврик надо намыть. Здесь тоже все намыла. Пол намыла. Все отмыла. Покажу вам. Сейчас я на стоп нажму. Тут для фона, смотрю, 4 свадьбы. Так, здесь я ставила один коврик. И все. Вот так вот выглядит. Сейчас билет обратно верну. Кладу, сполоснусь. Еще готовлю завтра, уже 23 февраля. Я готовлю на оливье. Все поставила. Еще будет мясо в духовке. Мы идем в сауну. Это Сережа, я решила сделать такой подарок. Но идем друзьями. Антон, брат мой, наверное, не пойдет. Так, здесь, наверное, маленькая морковка готова. Брат мой не пойдет. Блин, только на мою оплету. Пойдет еще мама с папой. Сережа. Нет, еще жестковато. А вот картошка уже готова. Сейчас попробуем. В общем, завтра все вам покажу. Сегодня будем оливье готовить. И мясо замаринуем. Завтра уже его поставим в духовку. Девочки, я хочу с вами немножко поболтать. Рассказать наши новости. Я тут намыла голову. И сейчас поудобнее сядусь. В общем, сегодня ночью рассказываю то, что случилось сегодня ночью. Сегодня ночью я проснулась от того, что был просто дикий грохот. Как будто что-то взрывается. Но похоже на салют. Но салют как будто около тебя. Вот такое вот ощущение было. Я сначала раз хлопок. Ладно. Два хлопок. И я такой, салют. Я уже стала его будить. Ну, говорю, ты слышишь это? Он говорит, ну дверь ухлопает. Я говорю, нет, это не дверь ухлопает. И вот этот момент, когда ты с полу спишь. И мы ушли в крепкий сон. Время было 3 утра. Я говорю, слушай, я пойду проверю. Он такой, посмотри, там дверь-то хоть наша не открыта. И мы слышим просто, что какая-то паника на лестнице у нас, на лестничной площадке. И понимаю, что что-то не то, потому что все выбегают. Я говорю, слушай, может там пожар, потому что все выбегают. А говорю, мы же не останемся здесь. Я выхожу и смотрю на кухню, на окно. Сейчас, секундочку. Мешает очень. Смотрю на кухню, на окно и понимаю, что там что-то горит. И первое, что мы подумали, что это верхний этаж. Потому что было красным пламенем все просто. У нас восьмой этаж, чтобы вы понимали. Я такая... Именно вот такое у меня было. Я такой подбегаю, тише, тише. И такой машина горит. Горит две машины, прям около подъезда они горели. Причем это очень странно, потому что в том году зимой, примерно в это же время горела тоже Мазда. Только у соседнего подъезда там типа было заказное. Кто-то чего-то кому-то, в общем, насолил. И сгорело тоже две машины, соседняя заделась. Потом, значит, летом было тоже. Мы подъезжали к дому и убирали тоже там. Чуть-чуть сгорело. Успели потушить у машины. Потом, значит, сегодня, когда мне девочка приходила, она говорит, я сейчас стояла, пока ждала. Мне же интересно, почему сгорела. Там соседи говорят, что это был поджог, в общем, был. Я потом зашла в интернет, да, действительно, подожгли две машины, двое по камерам. Здесь везде камеры. По камерам посмотрели, потому что вчера приехала полиция. Я вам сейчас видео все вставлю, что было вчера. Вот, приехала, в общем, полиция. И, видимо, вчера уже камеры смотрели. Двое парней их видели. Они облили чем-то машины капот и подожгли. То есть возгорание, именно две машины вот этих. То есть возгорание было прям быстрое. Видимо, быстро разошелся пламя. Еще единственное, что тут машина, где... А еще какая-то пострадала третья машина, писали. Где там для пожарных, где парковаться нельзя, там парковались, машины быстро убирали, посмотрели в окно и охреневали, потому что пламя было до нас. У нас, вот чтобы вы понимали, было настолько все черное, потому что там взрывался бензобак, все взрывалось. Прямо черным пламенем были все окна. В зале, в зале вообще. Я, по-моему, это тоже на видео снимала. Теперь второе. По поводу моего телефона. Второй день. Ну вот, сегодня их увезли, и вот сейчас идет расследование. Мы решили, кстати, сама себя перебила, теперь мы... А у нас машина стояла на стоянке, мест не было. Сережа говорит, слава богу, мест не было. Потом, значит... Я так поняла, может, либо какие-то больные, либо специально, и подожгли две, чтобы снять подозрения, либо какие-то реально больные, либо решили, что нужно поджечь одну, а подожгли специально две. Сережа ставил на стоянку, и мы теперь всегда будем ставить на стоянку, потому что, ну, страшно, да, здесь с машинами какая-то проблема, потому что парень, который там с соседями разговаривали, сказал, что здесь на той неделе еще подожгли машины. Ну, то есть, это очень странно. Так что мы теперь ставим, у нас есть тут стоянка, и мы будем ставить на нее там 10 камер. Видите, камеры не помогают, там хотя бы охрана сидит. Ну, охрана тоже может уснуть. Потом, значит, по поводу телефона. У меня 15.1 нужно было сделать обновление, 15.1. Я стала вчера обновлять днем, и все, завис. И завис он, и я нашла причину, он почти обновляет и вылетает. Завис он из-за того, что у меня не хватает памяти, память переполнена. Мы, значит, вечером тоже пытались скачать программы, там нужно было это все... Через компьютер у меня целый вечер ничего не получалось. Сегодня Сережа поехал, попробовал через Windows. Я написала в поддержку iPhone, Apple. Потом они там сказали, попробуй через Windows и другой провод, ничего не получалось. Дали в сервисный центр. В сервисном центре ничего не получилось. Сказали, что прошивка полетела. Оказывается, нет. В итоге у меня заполнен телефон, и из-за этого он не может обновиться. И завтра в 10 утра 23 февраля Сережа поедет в центр какой-то на верхушке, что ли. Не помню куда. И там, говорят, могут помочь. Если нет, его придется сдавать. Он еще на гарантии. Вот. Телефон на гарантии. Поэтому... Но сказали так. Если в Альдорадо скажут, что, во-первых, его заберут надолго, нужен в любом случае телефон. Если это наша вина, а это моя вина, то, что у меня там память забита. Еще единственный минус, почему мы не хотим отдавать телефон. Там фотографии, которые личные. Вот. Могут восстановить и восстановят с этими лишними фотографиями. Неизвестно видео. Неизвестно, куда это все может попасть. Мы решили сегодня зайти через Сережу в мой iCloud. Очистить его. Потому что уже iCloud мой переполнен. Очистить фотографии все удалить. Хотя я фотографии вот недавно очищала. Все очистить. Программы всякие поудалять. Оставить нужные. Мне в Instagram в любом случае сегодня надо зайти. А я не могу зайти с телефона. С компьютера сим-карты нет. У меня там двухэтапный заход. То есть прежде, чем зайти, зайти нужно через смс. смс-ки у меня нету. Симки куда в телефон вставить. Телефона нет. Симка есть? Телефона нет. Жду Сережу вечером. Так что сегодня еще будем готовить. Попозже вам расскажу. Сейчас я еще в 6 часов работаю. В 5.30 наверное она приедет. Девочка фотограф наша. Вот. Так что какие-то странные дела сегодня. 22-ое, 02-ое, 22-ое. Это очень очень странно. Очень странный день и ночь. Очень странный. Надеюсь может если мы удалим попробуем еще раз зайти, то может быть что-нибудь произойдет. А если нет, хотя бы я зайду в iCloud и удалю в скрытых фотографиях то, что не нужно, чтобы я была спокойна. Вот такие девочки сегодня новости. Сегодня будем готовить лье, у меня до сих пор морковь варится, я тут доубиралась. Сейчас буду 4 свадьбы смотреть и хочу что-нибудь перекусить, потому что очень голодная. Так что вот такие дела. Увидимся с вами попозже. Покажу что-нибудь вам расскажу или покажу. Кучки не передает. Хотела вам показать. О, смотрите какой у нас красивый закат. Я обожаю нежные за закат. Это просто такая красота. Здесь вечно такие красивые закаты. Блин, щитом строится. теперь закат не посмотришь. так красиво насытает. Стоянка у нас вот как раз она. У нас машина здесь стоит и мы ее видим. Там стоянка. Там заехать можно только с той стороны. Здесь выехать с стоянки наверное можно как-то. в общем вот так такие у нас дела. С Алиэкспресс так что давайте я вам покажу что пришло. Я тут начинаю уже быстренько с первой посылки. Я уже примерно знаю что там открываю. Там по-моему нижнее белье. Да. Я заказывала себе трусики вот такие вот на Алиэкспрессе и пришел. Кстати они очень быстро приходят. Размет был очень маленький. Я заказала и решила заказать побольше. Они бесшовные. Очень приятные к телу. Вот смотрите. Но размер конечно немного отличается. Здесь только вот немножко тут на всякие слухие ниточки. Все равно маленький. Я потом заказывала на Казань Экспресс и там размер подходил прям под мой. Здесь опять мне кажется такой же как тот пришел. Ладно. дальше давайте посмотрим. Так здесь ой смотрите какая красота мне пришла. Это на коробку я заказы упакую когда с косметикой я специально заказала белые коробки и коричневые тоже и у меня будет вот в такой тематике здесь написано примерно благодарим за заказ спасибо что приобрели у нас покупку что-то такое на наклейкой основе кстати пришли очень быстро они там разные есть именно на алиэкспресс я давно искала в тиктоке смотрела такие наклейки что клеят и тоже хотела такие приобрести ой простите за мой ноготь это я сегодня так убралась только заметила прошу прощения так открываем еще одну здесь здесь пришли патчи для наращивания ресниц они стоят там дешево и тоненькие геля мало очень круто выглядят здесь две штучки лаври стоит 60-70 рублей в нижнем а там за 200 рублей здесь по-моему 10 штук в общем это очень выгодно здесь наверное пришли ресницы потому что я смотрю упаковку очень похоже да даже подарочек положили для клея капелька для капельки клея и какие-то какие-то ресницы заказывала попробовать с Алиэкспресс вот такие изгиб D у них открываем еще одну посылку так у меня тут уже мусора очень много мне кажется тоже ресницы пакетики одинаковые вот тоже клея капельки такие же что ли заказала у меня изгиб D D делают а здесь у нас таких закрученных нигде нету вот они такие закрученные ресницы прикольные на самом деле хорошие без брака ночь где-то в 2 часа перед 23 это было уже 23 я делала сюрприз тихонько надула шарики на кухне разложила их по всей комнате правда я конец сюрприза не засняла потому что я уже так устала и целый час надувала выложила вот 23 февраля и если я найду на другом на сережном телефоне с телефона видео про 23 февраля то я вам обязательно в следующих видео покажу субтитры